В школе каждого из нас обучают грамотному правописанию и чтению. Со временем большинство понимает, что грамотность играет одну из важнейших ролей в формировании человека как личности. Тот же самый мультик «Казнить нельзя помеловать». Пунктуация – это одна из частей грамотности. Наверное, это как хороший костюм на человеке тоже. Вроде и одежда, но красит человека грамотность. Мы изучаем, например, с первого класса, как писать, как говорить, как читать. Если человек этого не изучает с самого начала, то, в принципе, даже книжку откроет, не поймет, что там написано. В какой-то степени считаю себя грамотным человеком, но, наверное, еще не до конца. Грамотность нужна для того, чтобы человек полностью состоялся как личность. Вреди моих знакомых очень многие говорят грамотно. Ровно 55 лет назад, 8 сентября 1965 года, была открыта Всемирная конференция министров образования по ликвидации неграмотности. Проходила она в столице Ирана. Именно по предложению ее участников был утвержден праздник, подчеркивающий важность человеческой речи в жизни и деятельности. Человек проявляется как личность говорящая. И только тех людей, которые могут сформулировать свою мысль разумно, грамотно, мы воспринимаем как достойных собеседников, как людей, к которым мы можем обратиться за помощью, за консультацией. Поэтому любой взрослый человек должен уметь формулировать свою мысль и желательно делать это грамотно. К сожалению, абсолютным знанием правил правописания и грамотной устной речи может похвастаться далеко не каждый, но стремиться к самосовершенствованию можно и нужно в любом возрасте. Устная речь большинства людей, к огромному сожалению, грамотностью не отличается. И, наверное, в первую очередь бросаются в глаза ошибки в произнесении слов и в постановке ударения. И в честь Международного дня грамотности, напомним, богатство речи человека напрямую демонстрирует его уровень культуры и интеллекта. Наследники великих Пушкина, Тургенева, Куприна, Гоголя, мы обязаны хранить и беречь родной язык как неотъемлемую часть национального самосознания.